всем привет друзья вы на канале в процессе где мы знакомим вас с людьми интересных хобби профессий с интересным бизнесом производством и общаемся с собственниками этих бизнесов изначально идея этого канала заключалась не только в том чтобы показать какое-то производство изнутри но и чтобы рассказать вам историю этих бизнесменов историю людей рассказать что их вдохновляло что их мотивировало чтобы вполне возможно замотивировать и вдохновить кого-то из вас и вот друзья пообщавшись с такими людьми я сам вдохновился настолько что решил создать свой собственный бизнес это будет новая рубрика мы будем вам рассказывать о том что мы сделали обо всех трудностях и этапах развития в общем то я думаю это будет интересный эксперимент погнали итак начать пожалуй стоит с того кто мы и что за бизнес мы будем делать это юра всем привет юра мой друг и партнер вообще по жизни многие годы юра управляющий рестораном с большим опытом и большим прекрасным сердцем и я думаю что исходя из того что он управляющий рестораном вы уже догадываетесь какой бизнес мы собираемся замутить да мы будем делать общий пит в россии вводятся дополнительные меры направленные на то чтобы остановить распространение коронавируса до 5 апреля закрыты ресторан кафе бары и рестораны теперь закрыты новый локдаун грозит массовым банкротством сфере общепита да 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 мы знаем что 2020 год не самый удачный для ресторанного бизнеса и мы выбрали одну из самых опасных по версии властей многих стран сфер бизнеса самую запрещаемую наверное сферу бизнеса да мы это сделали чтобы записать самый волнительный контент да интересно что же будет с героями этого сериала в конце это заинтересно но вообще я уверен что наш сериал в целом и первые сезоны последующие пройдет очень хорошо потому что во первых это будет стритфуд который пока еще никто не запрещал держимся ребята держимся да во вторых есть определенная история которую мы хотим продолжить и в третьих мы просто не можем оставить людей без вкусов и красок если рестораны все-таки будут закрыты ну что же вы будете кушать если если не мы в конце концов да да и по поводу истории и партнерство нашего это 2013 год мы вместе тогда работали в одном крупном заведении в городе ты был менеджером я управляющим я был и тогда мы решили что все хватит набрали кучу кредитов нашли помещение которое нам тогда оказалось вообще идеальным для заведения первое попавшееся помещение которое оказалось идея которое оказалось идеально вот прям сразу и собственно сделали кафе который назвали кампус 69 это была славная история да был взят на местной ресторанной премии пумперникель было взято звание лучшего народного кафе мы проработали где-то год-полтора и с треском закрылись с крупнейшими долгами которые выплачивали много лет эта история для конкретно для меня закончилась только в том году и вот мы снова откопали старые грабли на самом деле сейчас все должно быть по-другому во первых потому что прошло уже семь лет мы прошли гигантскую просто школу невероятно вот за счет вот этой вот работы и получили все-таки какой-то опыт какую-то мудрость какие какие-то связи поэтому я думаю что все будет иначе и сейчас юрий расскажите пожалуйста нашим зрителям какие шаги мы сделали в первую очередь ну во первых мы сделали те шаги которые которыми мы просто пренебрегли в тот раз семь лет назад было огромное количество времени потрачено на финансовую модель дальше мы будем заниматься постановкой фабрики кухни набором персонала фирменным стилем будем продолжать заниматься и так далее останови меня на самом деле конечно же мы начали в первую очередь финплана в принципе то чего не было у нас насколько я помню в тот раз до основа финплана это разумеется в расчет затрат вложений и окупаемости до и основы этого средний чек поэтому мы занялись таким небольшим промышленным шпионажем будем же это рассказывать но без фамилии нет ни с вами все было просто пришлось много есть ходить по по разным точкам кушать утром вечером сравнить количество человеков наблюдать что кушают люди и так далее да таким образом мы смогли посчитать заведение в схожем сегменте по количеству посещений сколько людей туда в сутки примерно приходят ну и какой собственно средний чек сумма вложения которое нам необходимо ну необходимым конечно же всегда больше но мы сейчас входим в 2 миллиона рублей вот плюс-минус миллион девятьсот тридцать семь там по моему ну вообще при идее на стритфуда уличного но нам быстрого питания всегда есть огромный соблазн схватить на авито какой-нибудь ангар на базе старого прицепа джигулей с каким-нибудь мангалом и так далее это будет недорого вот но мы решили пойти не самым дешевым путем мы верим в силу упаковки в силу качества я думаю что мы можем рассказать уже сейчас что это будет не просто стритфуд это будет стритфуд на футтреке и это будет действительно классная упаковка классная картинка и откуда собственно взялась такая сумма на открытие первой точки до почти 2 миллиона рублей потому что большая часть из этих средств уйдет как раз на покупку футрека и оставшаяся часть уже оборудование необходимая форма персоналу кассовые аппараты и в общем все 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 для запуска если хотите узнать прям полный список что необходимо для запуска можете написать в комментах мы этим поделимся с вами в следующем выпуске я думаю на пока есть идея делать открытый бизнес мы пока думаем о том что мы готовы отвечать на все вопросы надеюсь так дальше и продлится есть классные примеры открытого бизнеса мы попробуем мы не сказали еще про окупаемость все очень сильно зависит от локации я думаю что мы конкретный план сможем сказать после тестового месяца локация у нас уже тоже намечена мы ее пока не раскроем мы раскроем ее чуть позже нам еще много чего предстоит вам рассказать впереди и я надеюсь что вы с удовольствием будете за этим следить смотреть писать какие-то комментарии задавать вопросы ну и когда уже непосредственно заработает наша первая . будете нашими любимыми я уверен покупателями у нас на очереди непосредственно выборы покупка того самого футрака чем мы вам расскажем следующий раз форма и в общем то еще много чего и скоро кстати предстоит нам еще дегустация до выбор кухни выбор кухни и выбор бренда точнее прорисовка бренда я думаю что это мы тоже вам покажем это будет волнительно хотелось бы по каждому направлению организовать огромную дискуссию потому что мы знаем что многие сейчас занимаются или хотят заниматься этим бизнесом какие-то занимают возникают вопросы мы за то чтобы сфера развивалась вообще по полной программе потому что чем больше людей работает стритфуде на траках тем лучше каждому участнику давайте сделаем вместе каждый свой продукт будет круто друзья но на сегодня хватит это будут небольшие выпуски каждый раз мы будем рассказывать о каком-то конкретном этапе и раз в неделю мы будем рассказывать об итогах недели что было сделано и в общем то куда мы двигаемся далее поэтому подписывайтесь не теряйте следите за всем что будет происходить задавайте вопросы ну и разумеется регулярные выпуски большие про производства также будут продолжать выходить на этом канале всем пока увидимся